Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Инди, тот вор и разбойник. А входящей дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое Он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо Мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есмь дверь. Кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего. От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили, он одержим бесом и безумствует, что слушаете его. Другие говорили, это слова небесноватого, может ли бес отверзать очи слепым? Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему, — Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо. Иисус отвечал им, — Я сказал вам, и не верите? Дела, которые творю я во имя отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно. Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Иисус отвечал им, — Много добрых дел показал я вам от отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями? Иудеи сказали ему в ответ, — Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Иисус отвечал им. Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, к которым было слово Божие и не может нарушиться Писание, тому ли, которого отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я сын Божий? Если я не творю дел отца моего, не верьте мне, а если творю, то когда не верите, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что отец во мне и я в нем. Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Ярдан на то место, где прежде крестил Иоанн и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно, и многие там уверовали в него. Продолжение следует...